Горкинская детская школа искусств старейшая в Ленинском районе. Она распахнула свои двери еще в далеком 1965 году. И с тех пор здесь взрастили не одно поколение учеников. В расписании основные классы для развития творческих способностей. Это хореография, студия изобразительного искусства, занятия по фольклорному пению, классы игры на скрипке, баяне, аккордеоне и, конечно, фортепиано. Последний инструмент всегда пользуется особой популярностью среди воспитанников. И хотя пианино здесь есть практически в каждой учебной комнате, но, к сожалению, весь фонд школы достаточно старый. Поэтому известие о появлении нового фортепиано стало настоящим праздником. Я работаю в школе очень давно. Работаю уже больше 20 лет директором в этой школе. И вот такое знаменательное событие у нас, конечно, впервые. Что вот нам привезли такой подарок. Но это как бы всегда приятно, потому что дети должны заниматься на хороших инструментах, на качественных инструментах. Этот инструмент очень высокого качества. Рояльного звучания. Настройщик у нас его посмотрел, сказал, что очень хороший инструмент. Вот то самое долгожданное фортепиано. Музыкальный инструмент произведен в нашей стране и назван в честь прославленного российского композитора Михаила Глинки. 88 черно-белых клавиш чистого богатого звука. Теперь музыкальные произведения в исполнении воспитанников Горкинской детской школы искусств точно зазвучат по-новому. Не прошло и получаса, как пианино Михаил Глинка заняла свое место в детской школе искусств, юные музыканты уже с удовольствием приступили к занятиям на нем. Для них это особая честь – первыми опробовать новое фортепиано. Мне очень оно понравилось. Оно очень красивое, блестящее, ноты гладкие и очень яркий звук. Я давно мечтал, чтобы уже поменяли инструмент на новый, чтобы, бля, не западал малый и соль иногда. Он лучше того старого, потому что старый инструмент, он не так звучит, как новый. Новый инструмент звучит ярче, и на нем можно сыграть более певучее что-то. И все-таки он для концертов подходит. Работа со звуком – основа основ преподавания техники игры на пианино. Возможность правильного, идеального звучания – это, по мнению педагога Ольги Леонтьевой, уже половина успеха в занятиях. И значит, уроки музыки заиграют для ее воспитанников новыми красками. Я надеюсь, что с появлением нового инструмента у моих учеников появится огромное желание заниматься лучше, больше, качественнее, проводить больше времени за инструментом. Детская школа искусств в Горках Ленинских – одна из трех в нашем районе, получивших дорогой подарок. Новый инструмент также уже звучит в Дышеи Видного и поселка Володарского. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова